всем привет сегодня мы на выставке moto весна и другие парни снимут стенды поподробнее ну а пока можно просто пройтись и посмотреть что здесь есть выставка очень крупная как и собственно год назад как и можно было увидеть по выставке moto зима то есть количество стендов существенно прибавилось по сравнению с прошлыми годами когда соответственно выставка была очень такая скромная мягко говоря ну и еще раз можно посмотреть что в основном конечно здесь китайские стенды то есть по сути это такой филиал в некотором роде китайских выставок как например чун цинь или гуанчжоу то есть либо это китайская продукция под какими-то российскими брендами либо соответственно здесь вообще есть китайские стенды их достаточно много здесь мы видим стенд прогассе но или вот gsb это шлема да получается и прогассе это бренд для вода техники но что здесь но вот можно увидеть что достаточно много скутеров сейчас модельный ряд расширился и также есть мопеды в продаже вот мопеды типа альфа например ну а основная продукция вот тоже здесь видно это кроссовый мотоцикл и пидбайки внедорожные мотоциклы большой стенд бенды количество моделей добавилось то есть если раньше такая экспозиция была небольшая и и количество моделей вот можно увидеть существенно увеличилась но можно посмотреть для примера например трехсоточку 500 тысяч и вот модель которую уже все видели то есть это наверно самая дешевая модель на российском рынке то есть вот у нее цена 300 тысяч рублей движочек интересный то есть он 125 кубов в-образный стенд зонкшин или второй бренд это циклон которую собственно не раз показывали в различных обзорах вот мне больше всего нравится модель фидор называется re3 можно посмотреть порядок цены двухцилиндровый двигатель восьмиклапаны 400 кубов ну правда это не ри 3 это похожая модель которая называется ри 401 второй лампфель стенд который мы видели на выставке мотоциклов в санкт-петербурге выставки имис амис ну и здесь соответственно тоже вот выбор моделей такой немаленький не знаю если они в наличии поскольку там прибытие основных видать поставок ожидается но можно посмотреть уже например порядок цен вот недограгая модель метеор метеор 350 вот такой порядок цен здесь мы видим стенд регул мото ну и вот интересная модель например торт 400 с двухцилиндровым двигателем он инжекторный можно увидеть он порядок цены 480 тысяч стенд формула 7 ну вот единственный наверное бренд который еще не был занят такой китайский подороже а это был винта но не раз их видимо на выставки но вот можно посмотреть они тоже уже появились в россии туристический эндуро цена 715 тысяч двигатель 525 также интересный модельный ряд теперь у рейсера существенно обновился вот можно посмотреть достаточно большой стенд то есть и количество моделей увеличилось там вот очень много моделей новых именно моделей но и самое главное пожалуй это цены то есть цены у рейсера но вот на сети модели которые можно здесь посмотреть они достаточно дешевая ну например мы видим некий аналог наверно мопеда кольт судя по переднему да вот обтекателю например передний обтекатель очень походит на кольт скремлер и Здесь мы видим стенд компании Балз Моторс. Ну и вот, например, буксировщик, ну такого обычного типа, без каких-либо там модулей лыжных, классического, да, можно сказать, типа одиночка. Ну и вот ценник, да, двигатель Zongshen 18 лошадиных сил, гусеница 600, ну, скорее всего, гусеница производства Composite. Ну, а ценник, конечно, такой хороший. Вот, например, электрический мотоцикл, который мы уже видели. Много обзоров на него есть в интернете. Вот здесь у него установлен инверторный генератор, видите, прямо в раму, в клетку. Резина, кстати, здесь тоже стоит Ванден, 25 на 8 на 12. Ну и ценник, да, вот интересные характеристики. Парижанная масса 160 килограмм без генератора. Ну и генератор еще весит килограмм 30-40. Ну, вот рама тоже сделана по такой же технологии из трубы, типа ДУ-15, ДУ-20. Интересный мотоцикл, но, соответственно, не дешевый. Здесь же можно посмотреть и электрический мотобоксировщик SnowDog с приставкой X. Ну, тоже, да, в комплект входит инверторный генератор. В принципе, это одиночка. Цена, да, 500 тысяч. 4 киловатта мощность двигателя. Вес без генератора 140. Батарея 58 Ач, 72 В. Две передачи вперед и одна передача назад. Штука, конечно, интересная, но тоже ценник. Вот стенд компании Рокот. И тут тоже такой интересный мотоцикл. Он, наверное, размером с мопед типа Альфа. Сейчас он небольшой. Даже с характерными, соответственно, подставочками. И сиденья, да, характерные именно для... И бак тоже для мопеда типа Альфа. Но здесь 150-кубовый вертикальный двигатель. Ну, и видно, вот идет такая рама уже, да, характерная для каких-то более мало-кубатурных мотоциклов. Ценник 113 тысяч. Весьма недорого. Электрические скутеры. Ну, их уже, собственно, видели. Бренд ОКЛА. Ну, это продвигает моторика, кажется, московская компания. То есть, ну, вот такой среднеразмерный скутер. Он имеет движочек 3 киловатта. И стоит он в районе 300 тысяч рублей. Электрический еще раз. Стэнд Лифан. Ну, вот раньше уже мы видели этот скутер. Достаточно интересный. То есть, это такая реплика Хонды АДВ 150. Стоит он вот столько. Ну, и у него двигатель с жидкостным охлаждением. 150 кубических сантиметров. Выглядит он необычно очень. То есть, как такой внедорожный именно скутер. Двойного назначения, скажем так. Предполагается, что здесь специфическая еще подвеска. Достаточно длинноходная. Ну, и мы видим, что это двигатель инжекторный. Вот интересная модель тоже квадроцикла. Мы ее видели в Китае, кажется, в октябре прошлом году. Это стенд компании Avantis. И, соответственно, эта модель уже такое следующее развитие таких квадроциклов, как Хаммер. То есть, очень популярный квадроцикл. Но, видите, он уже такой поинтереснее, помоднее вот с такими вставочками. То есть, выглядит он уже посимпатичнее по сравнению с обычным Хаммером 200. Но он, кажется, по крайней мере, по пластику поменьше. То есть, если Хаммер 200 всем нравится благодаря тому, что он там пошире и повыше по своему пластику, то здесь модель кажется поменьше. Ну, посмотрим. Скоро будет уже такой более подробный обзор этой модели. На неделе через 2-3 у нас. И там будет вино.